Производство каркасных и щитовых домов с финальной отделкой стен на участке заказчика. При заказе двухэтажного дома теплица в подарок. Звоните 215-45-84. Доброе утро! Я Светлана Налетова, автор и ведущая программы «Зеленая передача». И вместе с нашим консультантом Светланой Мартыновой мы отправляемся в садовый магазин, чтобы выбрать декоративное растение. Когда вот такой саженец, вот он уже с обособленными большими почками, то есть проснувшийся, мы видим, что абсолютно здоровое растение, большое, и не просто одна почка, а три. Конечно, стоит обратить внимание именно на такой саженец. А когда еще хосты вот в таком спящем состоянии, то тоже не надо бояться, не обязательно это все вскрывать. Достаточно потрясти, вот мы нашли, вот потрясли, вот обособилась почка, вот она здоровая. Как определить? Ну, во-первых, пальцами чуть-чуть жали. Так, если она плотная, хорошая такая, я бы даже сказала, слегка деревянистая, значит, она абсолютно здоровая. Корни хорошие, большие, много, значит, это растение и приживаться будет очень хорошо. Очень часто бывают проблемы с покупкой стильб. Со стильбами нужно быть очень аккуратными. Они иногда могут, если вы купите их в спящем состоянии, не проснуться. Это зависит не от самого растения, а от метода хранения. Поэтому всегда ищем, чтобы вот такая вот почка живая, здоровая, она была. Вот это растение тоже можно еще похоронить достаточно в холодильнике или в яме. Но если вы выбрали сорт уже вот с такими проросшими побегами, то, конечно, уже тоже нужно законтейнировать. И самое главное, когда вы покупаете растения с такими уже большими листьями, их ни в коем случае нельзя сразу в квартире оставлять без присмотра. Посадили, поставили в пакет и куда-то в тень. Ни на окно, ни к батарее. Потому что растение в пакете. У него собственный микроклимат. И когда мы его высаживаем и оставляем в сухой, жаркой квартире, эти листочки со спокойной совестью могут свернуться. Растение восстановится из спящих почек. Но вы потеряете цветение, куст красивый весной. Ну зачем эти неприятности? А если вы хотите услышать еще больше советов для садоводов, огородников и цветоводов, то обязательно смотрите «Зеленую передачу». Удачного вам дня!